всем привет добро пожаловать на канал мой флакон меня зовут сергей ряда сыновой слава который любит поднимать руки и у нас сегодня на обзоре бренды которые давно хотел добраться чтобы немножко разнюхать deep tick это набор из пяти travel флаконов насколько понимаю ну либо это просто discovery set что тут написано ничего не написано что это такое здесь пять ароматов на семь с половиной миллилитров как это будет выглядеть я пока не знаю ну посмотрим ведь сами откроем он еще в среде поэтому будет сюрприз для нас всех про бренд deep tick я не очень много знаю кроме того что у них есть популярный аромат филосикас он кстати есть здесь сайте тоже но и них много зеленых ароматов натуральных природных что-то там духе я знаю то что это французская нишевая селективная марка они еще добавок изготавливают большое количество свечей по моему них свечи тоже их ароматов существует и по без свечи которые просто отдельные ароматы мы сейчас находимся в армении мы сюда приехали путешествовать именно посвятили время большого количества обошли уже парфюмерных магазинов здесь есть очень много брендов представлено мы даже не ожидали то что здесь так много парфюмерии оказывается просто и вот как раз мы сейчас купили это в армении магазине ты помнишь как называется эрмитаж кстати эрмитаж очень крутой магазин как музей просто как музей я постараюсь записать видео обзор на этот магазин вот просто потрясающий магазин я я был в таком приятном шоке посетить его но они не все одинаковые есть один самый большой два этажа и там действительно хочешь по коридорчикам теперь какие-то на разные отделы с разные парфюмерии также подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать наши новые видео так здесь давайте уже да здесь книжка написано что-то даже на русском воображаемое путешествие наших чувств и сознания через благоухающие пейзажи ну посмотрим на вот это дальше здесь такая хрустящая какая-то бумага сейчас мы откроем посмотрим открывается две стороны так вот здесь не выпало вот здесь получается 5 ароматов и что-то еще сейчас вот что это один аромат вообще какой-то материи нет нет это 5 ароматов и тут что-то еще что-то еще это мешок куда положить этот аромат непосредственно я думаю это такой тревел такой нет здесь нет никаких тревелов как-то так ну и начнем слева направо как обычно первый у нас о розе внутри у нас импровизированные потому что не с вами готовились к этому всему кстати очень красивый тревел и здесь дно смотрите какое классное стекло мне нравится брызги там естественно шикают очень хорошо и над названием ароматы прошу вас и сам аромат и собственно о розе я думаю что он посвященная розе ну то что я слышу самого начала это действительно роза она немножко зеленцой такой да да вообще я заметил она свежая такая диптика диптик я не знаю как правильно без понятия напишите в комментариях как правильно диптик или диптик ну раз французская наверно типа диптик какой-нибудь да но мы не знаем французский гайс не ругайтесь слишком их ароматы они немного такие природные и их ароматы такие природные более зеленые и вот в этом аромате вот зелень с розами это на самом деле такая хрустящая зелень роза очень свежая будто бы с капельками росы выходите утром в сад ваша розарий и не знали вы просто находится в ботаническом саду во время цветения роз это свежо классно мне очень нравится эта роза кстати хороший аромат еще немножко 10 такая деликатность кремовость какая-то знаешь молочность знаешь как белый такой крем для рук возможно но он больше женский я вижу это больше на женщине ну такой ну такой очень нежный но я считаю что это унисекс потому что роза даже она все носит розов я мы поставлю восьмерочку и на удивление диптик вообще не не мой бренд мне не очень интересен ну ну как вот этот аромат приятный приятный вот семерка или восьмерка я хочу посмотреть какие-то ноты давайте я зачитаю верхние ноты там личи черная смородина бергамот средние ноты роза герань жасмин базовые ноты мускус белый мед и виржинский кедр я кстати не вижу что он такой там сладкий но счет и взял что сладкий уме вот а мед ну может быть к базе будет немножко сластить потому что мы больше верхних нот ощущаем сейчас но зеленца розы жасмин выдает как я сказал вот эту кремовость женственность ну такие в основном женский нот я не согласен следующий аромат под названием дасон кстати здесь классный принт на вот этих тревел ах не знаю как вам это будет видно но мне очень нравится отрывы сделаны классно очень добротно чувствуется в руке лежат отлично вообще никаких нареканий до сон без понятия внутри означает шосс это белые цветы жасмин тебе роза возможно немного очень сладко душливо такое не люблю очень много ванили очень много сладости какой-то он меня придушит и я также согласен как и с первым ароматом розы чисто для женщин для девушек но опять же я не соглашусь что это чисто для женщин потому что ну позже это может быть носить кто угодно но здесь до белые цветы и опять же такая же похожа хрустящая зелень как в предыдущей розе есть как это общая такая днк да да и сладость ощущаешь как ваниль какую-то ваниль возможно даже здесь может быть сахар есть что-то ну скорее всего жасмин и тубероза они же сами по себе такие возможности даже магнолия есть вот наш магнолия так лилия такие белые цветы которые прям очень сильные резкие ну я ставлю на какой-то фрукт может быть даже и малиновое что-нибудь так интересно как по мне он довольно свежий и неудушливый природный как раз таки опять же это какой-то сад на удивление здесь всего четыре ноты это тубероза лист апельсина мускус и розовый перец розовый перец розовый перец интересно нет никаких тубероза она такая фруктовые оттенки так следующий аромат лампре данс леон здесь такой небес нарисован наверное название тоже что-то с ним связано не уверен что видно извините вставим здесь флакончик ну вот опять дептик чувствуется тоже тоже какая-то структура sorry что перебиваю ламбре здесь есть туалет и парфюмс ну так давай посмотрим что это у нас discovery set это все воды туалет воды туалет что для меня это очень зеленый аромат даже хрустящая какая-то зелень тоже дептиковская но там честно она мне уже третий раз встречается здесь и немножко даже подбешивает они вот есть чем-то похожие но я могу понимать есть есть люди которые нравятся именно такие зеленые ароматы именно такая природная очень направленность потому что они все обыграны в разные стороны и здесь уже обыгрывают какой-то я не знаю лист фиалки лист инжира вот что-то такое да как ты считаешь да здесь фиалки может быть даже что-то инжирное вот инжир у инжира как-то даже листья называются лучше или лист смородины даже вот что-то между инжиром и черно-смородины какой-то в общем фруктовый аля лист я хочу сказать этот аромат мне больше всего нравится кстати второму аромату я поставлю наверное шестерочку он очень удушливый пятерка или шестерка 50 на 50 я общественно этому аромату я поставлю тоже восьмерку как и первым никак без оценок конечно да не это интересно потом самому через годах как я оценивал ароматы конечно ну у него вот и есть какая-то днк именно уходовости вот кремовость значит это молочность здесь у них у всех есть какая-то вот как будто тебе помазали кремом и вот такая одушка у крема именно разная и 10 душка именно какой-то черной смородины или инжира давайте посмотрим что же здесь есть но для меня я лично не чувствую никакой кремовости утрите теперь я скажу что здесь есть общая зеленца для меня именно и нам создают за окном тут фон машины музыка какая-то наверно музыка даже здесь да здесь окна это на минутку восьмой этаж да да восьмой этаж и я ты а пятый этаж пятый этаж и вот такая слышимость окно закрыто здесь просто под окнами просто дорога такая оживлено проходит и если люди слушают музыку машине у нас прекрасно это слышно лист черной смородины роза есть черной смородины еще раз черная смородина бергамот серая амбра мускус мандарин здесь нету разбивки на верхней средней базовой ноты здесь все такая мешанина но ты прав черная смородина и роза получаются джонс породины роз я так понимаю что это один из очень хитовых ароматов черной смородины листом черной смородины и она действительно такая натуралистичная да и нету вот этой кошачьего лотка зачастую бывает черная смородина отдает немножко кошачьим лотком здесь вот этого нет да такой свежий хрустящий но может быть еще ягодки вы выйдет на коже но нужно на коже смотреть потому что она смородина по-разному раскрывается я как раз таки вот ищу идеальнейший аромат черной смородины я вы еще не нашел я знаю байреда микс эмоушен черной смородины но там как раз уходит лотки кошачьи вот а мне это очень веселит микс эмоушенс называется да а здесь вот кстати вот никуда не уходит никакие кошачьи лотки ну попробуешь начать пробуешь попробую вот этот роман хорош 4 аромат из пяти называется о дэсэнс что-то какие-то фруктики опять зеленушка естественно нарисовано посмотрим что это ну классно мне очень нравится какой-то флаконы да здесь какие-то цветочки это видно как бы ну наконец-то первый аромат который немножко отличается от предыдущих и здесь тоже поинтереснее опять это какой-то зеленый аромат но зелень другая она не свербящая не сверлящая какая-то что ли припудренная может даже немного может быть почуливая еще что-то отличается да согласен цитрусовая здесь какой-то уже микс цветочков я чувствую это букет сложнее надо водички и хочу сказать как будто здесь желтая цветочная по мне какая-то чувствую что-то пахнет какой-то мимозы может быть вот что тоже может оказаться липа липовый цвет вот какой-то вот такое немножко с пыльцой такой вот знаете аромат с пыльцовой когда ты желтые цветы они больше какие-то такие опыльцованные очень мне очень сложно разобрать ну и чувствую здесь цитрус и и вот он сейчас со временем уходит как по мне немножечко в одеколонность то есть какую-то какую-то шифровость знаешь как фужер да вот уже ну получается яркие цитрусовые ноты опять яркие зеленые ноты но одновременно немножко припыленные приглушенные даже интересный аромат для фужер это интересно я хочу сказать еще что что этот аромат наверное я я не люблю желтые цветочные если это желтые цветы я не люблю желтые цветы вообще я не чувствую здесь такой тяжести я наверно тоже поставлю пятерку я 50 на 50 я не уверен как бы верхние ноты здесь цветок апельсина сам апельсин горький в средних нотах ягоды можжевельника ну да и такую хвойность и базовой ноты ангелика и пачули как бы все мимо мне ну почему мимо получается цитрус что-то цветок апельсина зеленые ноты пачули но вот вот это пачули они приземляют аромат немного получается добавляют как уж какой-то осаждают вот это вот извиняющие цитруси ну это же здесь же нота дельвест этой уходовости тоже вот этого кремовости а еще хотел сказать вижу только на женщинах не знаю неправда ну-ка по голосам посмотри на кому-то видеть пользователи фрагрантики я пока нашел вообще пишет башню не секс не секс вот но перевес больше женскую и больше голосов женскую ну совсем на чуть-чуть нам боже на 2 до и последний филосикус их собственно хит но я уже помню чем он это инжирная тема лист инжира опять это зеленая тема я точно не помню если там сам инжир нужно тебе не нет я нашел а ну классно мне нравится ну вот он вообще отличается все это подборки это просто зелень на флаконе трава зеленые листья куста дерево это вот пахнет утренний не знаю утренним лесом может быть полем с травой где еще раз а есть ну для меня это свежий инжир то есть который не засушенный а еще сочащийся соком и может быть даже немножко зеленый я разрезал такой инжир я не могу сказать что мне нравится он по вкусу но у него именно такой запах он помимо легкой фруктовости имеет очень сильная зеленую такую составляющую травянистую какую-то этих косточек инжирных я здесь не ощущаю вот именно зеленая самая мякоть немножко самый масс может быть послаще на и но в целом это супер зеленый аромат каким очень зеленый вообще супер зеленым пахнет вы знаете вот может быть в детстве вы собирали с куста сирень и усиление пахнут эти листья зеленые большие у нее усиление все-таки большие такие листья если вот растереть эти листья в руке вот этот лист и вот это будет пахнуть растертой зеленью вот как по мне вот пахнет вот этим растертым листом здесь конкретным листом здесь листом фиги фиги инжира да ну возможно я не нюхал никогда лист инжира но это очень схоже с листья с листьями с травой какой степени ну классно передано вот если вы любите какие-то зеленые очень ноты свежие кстати свежие еще ему поставлю девятку классный аромат он я думаю отлично зайдет на лето на весну когда все распускается когда природа оживает и скоро как раз нас это ожидает пора вот наконец закончится зима какие же здесь ноты есть бурбонская ваниль и смола дерева кардамон мужжевельник розовый перец алибанум черный чай бергамот серая амбра мускус шафран то есть здесь как ты сказал нету но ты никакого там инжира листьев инжира но не знаю что дает такую зелень и хотя здесь такие ароматы можно посмотреть тоже шафран шафран же такую медицинскую немного но то есть шафран очень специфический у него аромат его не все переносят медицина я здесь не чувствую но шафрана здесь вообще нету вот вообще его нету да то есть ну ну неважно ну это первую очередь фужерный аромат ванили кстати не ощущаю из-за свежий пряный ну я предлагаю выбрать какой-нибудь один который больше всего захочется можете поносить разносить но филосикос понятно это прям какой-то хит и топ но из остальных вот третий аромат который с с лебедью на флакончике и хочу сказать что вот четвертый раскрылся приятно кстати да да пачули все-таки не многое облагораживают мне нравится 4 нравится 2 3 почему-то не очень и я отдаю предпочтение второму аромату он на нету перекосов какую-то сторону он какой-то сейчас свеженький зелененький немножко цветочный немножко сладенький мне кажется очень сильно сбалансированный роза прям стала нежнейшая так это был у нас до сон да вот я его нанесу я нашей встречи третий аромат нанесу как называется лебедя назад ну можешь подать пожалуйста флакончик я знал как называется я не уверен что тебе это поможет ламбуре dance мне понравится сам флакон понравилась сама картинка давай попробуй тоже как на кожу будет может быть это и будет идеальная для меня черная смородина лист черной смородины ягодки но на все равно будет тоже хорошо хорошо он пахнет мне нравится до сона самом деле он на и белый цветочный зеленый немножко чуть-чуть сластит он свежий на утро его какой зелен прям вот дача аромат дачи свежеваренного чая с черной смородиной с листьями черной смородины вообще классно и пахнет немного вот таким лукошкой собранных ягодок черной смородины если вы фанаты черной смородины идеальны и нету здесь котиков но я котиков люблю поэтому если тоже то не по пути с этим ароматом в целом я очень приятно удивлен этим сетом я думал это будет довольно скучно но вся эта зелень она на самом деле расходится по разным направлениям и можно найти что-то действительно для себя здесь и они все классно лежат и не такие связь прозрачные освежающие мне заинтересовала на самом деле флаконы у них такие прикольные красивые они тоже какой-то вот у них на каждом флакончике какая-то картинка история да вот когда смотрите на картину там я я всегда обходил стороной этот бренд как бы мне почему-то он не заинтересовывал ну вот первое знакомство случилось и на и хорошая стоит стоит пойти дальше да всем большое спасибо за просмотр отличного дня вечера подписывайтесь ставьте лайк вам классных парфюмерных путешествий я желаю берегите себя всем пока пока губай а